Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. А чё там такая музыка играла на поле? Двухтысячный год. Новый век. Новое тысячелетие. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Можешь себе представить такое, да? Новогоднее обращение Путина. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я даже его интонацией сказал это. Я принял решение. Я принял решение. Новый и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века. Я ухожу в отставку. Я много раз слышал Ну ладно, понятно. Сильными истории Оказалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком... Да давай по пизде, блядь. Дорогие друзья. О, ляг какой. Сегодня в новогоднюю ночь я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ещё и музыка такая на фоне, как Гринч. Гринч ворвует-то вроде Рождество, а этот... Иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Просто так было по сценарию. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки конституции России... О, это забавно слушать на самом деле. Спустя 20 лет. 21... Да, 21 год. Будут решительно пресекаться. А, да? Свобода слова. Свобода совести. А-а-а. То-то я сейчас сижу и боюсь говорить. Свобода средств массовой информации. А-а-а! Ладно. Собственности. А-а-а-а. Эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Позади остается еще один год. Год радостных и трагических событий. Год трудных решений. Ну, что-то говоря, он в те времена, когда записывал поздравления, у него пар изо рта шел. А тут сейчас вроде, ну, тоже ведь Новый год, зима. А пар перестал изо рта идти. И все-таки, то, что совсем недавно казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни. В стране появились заметные элементы стабильности. Это многого стоит. И для политики, и для экономики, и для каждого из нас. Не, ну тогда, может быть. Мы собрались, наконец, вместе. Подожди, понял. Он даже допустил ошибку в слове? Ничего себе. И это даже не пересняли? Вау. Такое прям живое, знаете, обращение получается. Собираем Россию. Мы поняли, как дорого дается и как высоко ценится достоинство страны. Хочу пожелать вам того, чего обычно желают своим родственникам и друзьям. Здоровье. Базутые, блядь. Это не по-украински он сказал, а просто ошибся. Здоровье, мира, благополучие. Для России в целом этот год был успешным. И во внутренних делах, и во внешней политике. И каждый его день все больше отдалял нас от трудного времени экономических и социальных потрясений. То есть вот такой, скажем так, ракурс и такой кадр, как будто вот как лунтик, знаете, когда он вылезает из яйца. Такой, я родился. Прям вот такой же. К России стали относиться с большим доверием. Погоди, ну-ка. Ну да, вот. Я родился, блядь. И уважением в мире. Нас стали лучше понимать. А-а. Не, ну да. Оказалось очевидным, что последовательная борьба России с террором продиктована не только нашими национальными интересами, но и его глобальной опасностью. В уходящем году, к сожалению, не все граждане нашей страны стали жить лучше. И не все пока могут добиться этого сами. Без поддержки общества и государства. Я желаю всем гражданам России прежде всего благополучия. Дорогие друзья, прошел еще один год. Хочу пожелать вам исполнения желаний. Чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали. Особенно отрадно, что в уходящем году у нас родилось больше новых граждан России. Больше, чем в прошлом. 2003 год, подождите. По-моему, это год, когда родилась Гаечка. Ха-ха. Или в какой там она? 4-й, 3-й. Да и большинство из вас, блядь, реально в этом году, можно сказать, вылупились. Я-я-я-я-я-я-я, блядь. Да-да. Так что, видите, правду говорит. Чисто вот в том году мои подписчики родились. И это хороший знак. Ну да. Значит, люди в нашей стране увереннее смотрят в будущее. Я желаю вам, чтобы все намеченное обязательно получилось. Задуманное сбылось. Он каждый год говорит про какие-то мечты, желания, сбылось, не сбылось. Какая-то странная херня. Как будто мы в какой-то сказке живем, блядь. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Все наши приоритеты связаны с интеллектуальным и духовным развитием человека. Раскрытие возможностей каждого. Улучшение жизни людей. Бля, я считаю, что Путин гений, вот серьезно, вот он уже сколько лет вроде говорит разные вещи, но при этом одинаковые. То есть ты слушаешь каждое поздравление, оно звучит вроде по-разному, но при этом одинаково. То есть вроде разными словами, но одно и то же. Такой, блядь, как так можно вообще? Это же реально гениально. Это главная задача, главная внутренняя сила развития России. Должен сказать, что уходящий год... Ну или тот гений, кто пишет ему этот текст. ...мечен и драматическими для нашего народа событиями. И даже сегодня, в новогоднюю ночь, мы обязаны вспомнить об этом. А, да? Ладно. Грядущий... Рекеев, блядь. 2005 год. А я думаю, что мне Рекеев так долго, ну, песню делает? А все понятно. Для всех нас особый. Год 60-летия победы в Великой Отечественной войне. О, и началось, блин. Это великий праздник для нас. Безусловно. Для всех народов, с которыми мы связаны общей судьбой. Я бы сказал, историческим родством. И какие были ищены на нашей России и в социальной сфере. Мы будем укреплять обороноспособность России. И в самом широком смысле слова, защищать интересы наших граждан. И мы сделаем это. Новый год. Для каждого из нас это особое торжество. Это праздник мечты. И всех нас, таких разных, сейчас объединяют надежды на добрые перемены. Объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя которой – Россия. Мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов. Это стало возможным благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны в последние годы. Мне бы хотелось, и мы из… Короче, понятно. Да давай уже, блядь. Развитие России в будущем. В будущем. В делости любого общества. А ты заимал. Превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия. Спасибо, мать. Как растет наша экономика. Конечно, неправильный. Наша великая история. Я родился, я родился. Сколько лет? Алло. Дурачок, блядь. О, господи, блядь. Счастье, годы, трудолюбия и… Совсем скоро новый 2009 год войдет в наши дома. Хочу без долгих вступлений поздравить всех вас с самым любимым праздником. Дорогие друзья, возможно, вы еще не родились в 2008-м. Но это, если что, представьте себе, у нас был другой президент. Ну как, в кавычках. И зовут его Дмитрий. Дмитрий, прикиньте. Даже не саня, блядь. Праздником, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было всякое счастье и разочарование, радости и потери. И в этом году наша Родина прошла через драматические испытания. Прошла уверенно и достойно. Благодаря вам, ее гражданам. Убежден, что как… Я пытаюсь понять, типа у них речь отличается хотя бы вот у Путина с Медведевым, или они, блядь, одинаково разговаривают. Какие бы трудности не ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться. И государство сделает для этого все необходимое. Уходящий год был не самый простой в жизни нашей страны. И прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе умеем держать удар. И преодолевать трудности. А значит, будем двигаться вперед. Создавать сильное и современное государство. Устойчивую и умную экономику. Делать все, чтобы жизнь каждого человека стала комфортной и безопасной. Забавно. Это уже 10 лет прошло, они все пытаются устойчивую экономику в стране сделать. Будем делать, будем делать, будем делать. 2009 год все еще делает. Наступает год 60… Я все жду, когда они скажут. Итак, наконец-то у нас получилось сделать устойчивую экономику. А-а-а… 25-летие Великой Победы. А-а-а… У нас богатая и древнестовая, и мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет. Для государства это не возраст, но дети, родившиеся в Новой России, уже стали взрослыми. Теперь и от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем, мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Мы провожаем уходящий год. Он был непростым. Но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем... Ба, как так, подожди. Он записывает поздравления, а на входе машины катается. Что-то они дороги даже не перекрыли, что ли? Это работяги катаются за машинок, которые смогли на протяжении веков собрать огромную и очень сильную державу. Создать великую страну. И наш долг сохранить ее. Построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать. Оно, как говорят, иногда случается. Вернулся. В этом году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний. В том числе таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из Московского Кремля, а с Дальнего Востока. Куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошел испытания стихии, но не может пока отметить праздник в собственном доме. Дорогие друзья, мы склоняем голову перед жертвами жестоких терактов. Их уничтожение в восточное время настойчиво отстаивать иск мы с оптимизмом в родной дом. Дебать, чё это было, блядь? Это событие навсегда останется важнейшим в 2014 годах. Россия! Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере появилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. А, да? Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории. Ещё несколько лет назад Олимпийские игры в Сочи воспринимались как мечта. А она не просто сбылась. Мы не только подготовили и провели лучшую в истории зимнюю Олимпиаду, но и победили в ней. В этой победе заслуга всех граждан нашей страны. И самих олимпийцев, и тех, кто их поддержал. Особо хотел бы поздравить праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твёрдость характера. В уходящем 2015 году мы отмечали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Наша история... Война, 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 убивать, убивать. ...единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером. Они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы. Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим друг друга за понимание и поддержку, за участие и чуткость, и успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году, почувствовал перемены к лучшему. Понятно. Ой, бля... Да нихуя не смешно! Ржут они. Гигигага, сука. Гигигага, ага, конечно.